первым смотри с 0 видишь с 0 в основном у нас получается в основном это для прямоугольных сечений да чаще всего с 0 используется в начале для алл колонна пил глава оставится вот а у 1 а у 2 а у 3 а у 4 это вот который в углу обычно один стержень чаще всего понятно там выходит мозаика как и пюра график а у 1 по длине какой и так далее да и из него подбираешь ставишь угловой стержень по сортаменту сортамент же знаешь да какой диаметр какому какой площади соответствует сколько стержней вот 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 то есть там вот есть площадь да отсюда здесь дается площадь по этой площади ты подбираешь уже количество диаметра и количество стержней открой открой сортамент сортамент открой в этом браузере сортамент арматуры сортамент арматуры социал в зону и с вот 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 вторая слева уже да нет картинки сбоку видишь сбоку картинки стоят первую да можешь первую или вторую без разницы вот смотри с правой стороны получается у тебя диаметры туда тройка четверка так далее до до сорокового но в строительстве используются 32 диаметр а дальше в мостостроении выше а сверху это количество стержней да вот у тебя допустим если ау там вышел допустим 4.0 десятых да ты будешь ставить 22 диаметр там 38 я уже включил я уже включил это если один стержень вот еще выше единичка это количество стержней а с двойка это просто порядковый номер колонки один стержень то есть 33 это проволочная арматура одна штука диаметром 3 будет будет 0 целых 71 тысячная говорит да или 071 а вот допустим двадцатка будет 3 целых сто сорок две тысячных до 3 14 2 18 и так далее а у это вот на место сначала а у обеихнем там а у выходит функция число из лиры и вот подобное то число мы будем смотреть из сортамента и я подбирать какой диаметр поставить я вот автоматическую программу для этого делал вот допустим допустим у у тебя ау 1 равен 4 да ты сколько поставил бы ау 1 равен 4 так ну если тогда бы ау 1 равен 4 я тогда бы поставил бы ау 1 равен 4 нет если одну нужно поставить ау 1 равен 4 равен 5 так ну 2 су Sun 2 е ау 1 равен 4 сделать в целом нет один стержник то просто править 25 арматура нужно взять, потому что должно быть больше, чем там требуется, 25-ю нужно. Это на один метр, да, получается? Нет, одно место. Вот допустим, если у тебя АУ равен 2, ты сколько поставил бы? АУ равен 2, 16-ю, думаю. Да. Понятно? В угловом обычно по одному только ставят, чаще всего в угловом. Теперь открой ту таблицу, теперь боковые посмотрим. Открой ту таблицу, которую ты тебе показал. Вот теперь смотри. Допустим, это у тебя ригель, если это у тебя ригель, да? Второй, да? Нет, подожди. В случае колонны обычно мы угловые задаем, а боковые, получается остальные ставим, да? Ясно? В колонне обычно симметричную арматуру делаем, получается АС-1 и АС-2 одинаковые будут в колонне. АС-3 и АС-4 тоже одинаковые. Вот теперь вот в АС-1, вот я сейчас покажу, для колонны и для ригеля небольшая разница там есть, хорошо? Вот. Сейчас мы как по колонне идем, да? Потому что в колонне угловая арматура есть. Так, теперь смотрим АС-1, допустим, у тебя равен… В АС-1 у нас уже нет места, видишь? Туда мы можем поставить один стержень, два или три, понятно? Вот вдоль вот этой линии. Видишь линию, где нарисована АС-1? Да, 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 да. Туда мы можем поставить один, два, три стержня. Чем это определяется? Между стержнями же расстояние есть, чтобы туда можно было засунуть вибратор. Так. Видел, да, вибратор? Ну, это чтобы бетон, когда укладывают, туда ложат вибратор глубинный, у него диаметр есть 5-миллиметровый вибратор есть, есть 3-миллиметровый, чаще всего 50-миллиметровый, то есть его головка, глава. Вот, чтобы туда пролез вибратор, понятно? Да, 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 АС-1 туда, допустим, можно… Ты просто рисуешь и смотришь, помещается вибратор или нет, ясно? Да. Так, теперь смотри, в масштабе, когда рисуешь, ты можешь выбирать количество стержней. открой ассортамент опять. Нет. Который мы в тот раз открывали, не надо было его терять. Ну, можно и этот, да. Так, получается, смотри. Допустим, у тебя будет 7, да, допустим, да? Да. Сколько бы ты поставил? 1,32-й был? 1,32-й был? 2,28-й, на 5,32-й был. 1,32-й? Или 2, сколько? 2, каких? 1,32-й, или… 1,32-й, или… Или можно распределить. 1,32-й? Если 2… Нет, 2 одинаковых, если ставишь. Если 1, то 32-й, то получается. Если 2, то сколько? Если 2, то 2,20-й. Нет, почему 25-й? На 7. 7. А, на 7, тогда нет. На 7-й, 1,22-й, а 1,25-й только получится. Нет, нет, надо одинаковые. Так, окей. На 7, если 2,25-й взять, то это… Ты можем принести. Да, вот положи… 2,25-е… Подожди. Почему 2,25-е на 7? На 7, 22-ых надо, 2,22-й. Да, 2,22-ых. А если 3 штуки будешь ставить? Нет, на 3 какой диаметр? А, на 3… На 3… На 3 будет 2 штуки. На 3 штуки. 3 штуки. Нет, я не говорю число 3. 3 штуки. Площадь 7, 3 стержня нужно поставить. Почему на 1 штуку? На 1 штуку 1,32-ая у тебя вышла. 1 стержень. А когда 2 стержня, то 2,22-ых. А 3 стержня, если… На эту семерку 3 стержня? Да, чтобы 7 квадратных сантиметров она покрыла. 4. Если 8, 3 стержня взять, то не хватит. Хватит, хватит, хватит. А если 4? На 4, так, на 4-ка у нас. 4 штуки, а на 3-ка у нас. А если на 5? Почему двенадцатая? 5-12, сколько у тебя получается по сортаменту? У тебя же есть вот колонка, смотри, где 5 этих стержней нарисованы. Вот смотри, первые колонки у тебя один стержень, потом 2, 3, 4, 5, до 9 стержней нарисованы. Посчитано уже. Площадь пятерых, да, площадь пятерых. Какая будет больше семи? Площадь скольки? Какого диаметра? Слышу, вопрос, площадь на 5? 7 же было. Количество стержней 5, а площадь 7. Какой диаметр получится? Почему не подойдет? Сколько будет? Пять стержней диаметром 14, сколько у тебя получается? Покажи мышкой это место. Вот. 14. Где 5-14? Сверху где? Найди 5, сверху 5. Самым вверху цифры, видишь, самым вверху цифры? 1, 2, 3, 4, 5. Это что означает, эти цифры? Не эти, а выше, которые. Да, значит, для пятерок ты какую колонку будешь смотреть? Покажи какую колонку. Вот эту колонку? Да. И здесь выбираешь такую, которая была бы больше семи. Кисло. Значит, какой диаметр? 14. А для 6 стержней? 16 стержней. И сколько? Какая арматура получится? Так, 16 стержней. Похожая какая? Больше семи. Больше семи. Так. 16 арматура. А для 7 стержней? Какая? Какая? Точно смотри. Надо же линейку положить. Какой диаметр при этом получается? 12. Угу. Так. Вот теперь смотри. Тебе задача. Посчитай. при выборе, допустим, тебе нужно поставить больше, чем 7 квадратных сантиметров, да? 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 или 7 или 8 или 9, да? И у них же получается немножко больше, чем 7. Допустим, для одного у нас будет 8,043, да? Угу. 1,32. Для двух 7,60. Для трёх 7,63. Тебе нужно посчитать, какая комбинация будет самая выгодная. Угу. 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 Сколько стежней выгоднее всего будет поставить? Так. Из него армуты не могу. Ну, от одного до девяти стежней, условно, если будешь ставить, то сколько стежней выгодно будет поставить? Сейчас. Можешь посчитать? Любой диаметр, да? Ну, да. Подходящий диаметр находишь, и сколько стежней будет выгоднее. Можешь в Excel, смотри, вот как сделать. Для одного диаметра выпишет, для 32 сколько? 8,043, да? Потом для двух диаметров 7,60. Для трёх диаметров 7,63. Для четырёх стежней получается 8,04. Для пяти стежней и так далее, да? А потом от них, от всех отними, получается. Сколько отнимешь? От 7 это что-то на комбинации? Да, да, да. Отними от них семёрку. И найдёшь, какая самая маленькая разница будет. И вот это и будет самая выгодная комбинация. Попробуй сейчас, открой Excel. И переписывай эти числа. Открой Excel. Потом дальше видно будет. Так, спиши в строке 1. Сколько стежней? Один, два, три, четыре. Один, да? Гнизда? Гнизда? Нет, вбок. Два, нет. Один убери. Два в следующей колонке, да? Так. А, генерация на упаковке? Да. Дадите, да. Потом пиши в первой. Потом 1, D32, допустим, да? Один, D32. Второй 2, D25, да? Под двойкой, под двойкой, под двойкой. В колонке B. 2, D25. Так. 3, D, D. Ну, вот сколько там было, сейчас собери. И внизу также после этого еще напиши, сколько квадратных сантиметров фактически там было. iver. Так. Ну, два, два, пять. Ну, два, два, пять. Тут сорта нет ни теряй. Да, да. Так, раз, внизу записывай, какая площадь получается. Я пока паузу поставлю на запись. Покажи колонку для трех. Нет, ты строку показываешь, колонку, да, колонка это когда вертикально. И где там больше семьи, покажи больше семьи, где? Ну, поезд только из... Одно место только. Сколько? А? Вот, 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 вот такая. Больше семи? Да. Да, больше семи. А восемнадцатое больше семи или нет? Это восемнадцать. А, это есть. Ну, и пиши. Пиши. Пиши дальше. Внизу сразу пиши площадь. Вот, на тридцать два сколько было? Один тридцать два, сколько площадь? Дальше. Внизу сразу прислужи. Отвешу. Ударься. Внизу. Продолжение следует... 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 дальше дальше до девятки и вниз формат ячеек попасть не можешь или не видишь и пиши вот запятую оказывается нужно ставить не точку так и все и и и и Продолжение следует... Какое число записывать будешь? Почему так много глазами вводишь сюда-сюда? Какую колонку смотришь сейчас? Где сколько стержней? Пять стержней четырнадцать. Нет-нет, почему пять? Открой свой Excel файл. Сколько у тебя... Вот какая у тебя пустая получается колонка? Да. Значит, сколько стержней будешь смотреть? Сколько стержней? Какая колонка это будет? Покажи, какая колонка. Первая колонка четыре целых девяти. Первая по колонке один стержень. А тебе нужно сколько стержней? Два стержня. А где два стержня? Покажи эту... Цифру два, которая показывает количество стержней. От него вниз, которые... Они сколько будут? Значит, все они по сколько стержней? На двадцать пять не используются. Получается, девять целых, то есть из глазу получается. А мне двадцать пять будет, а сколько? Двадцать два, да, получается? Больше, чем... Семь должно быть, да. Больше, чем семь. А там двадцать пять. Да, двадцать вторые, оказывается, будут. Мы неправильно сказали. Двадцать пять. Двадцать пять, девять целых, у вас будет. Нет, нет. Двадцать пять, это слишком много. Семь и шесть, да, вот. Да. Неправильно, оказывается, мы сделали. Двадцать вторых. Пиши. Так, для остальных. Теперь сколько у тебя стержней? На четыре стержня. Так, открывай ассортамент. Где смотришь четыре стержня? Семь и шесть. Колонку покажи, какая колонка. Так, четвертый мой. Угу, давай. Так, и до конца заполняй. КОНЕЦ 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 Продолжение следует... 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 Нет, колонна, да? И угловая у тебя, угловая, допустим, у тебя будет, сколько мы там выбрали, угловая пусть будет, ну, например, 25-й диаметр, да? Угловая. А теперь вот эту боковую с одной стороны, чтобы это 7 вышло, 7 квадратных сантиметров. И самое выгодное сочетание подбери, чтобы туда еще вибратор поместился между ними. Его диаметр, вот, 50 миллиметров, если будет, он поместится, ясно? Так. Если хоть и сейчас, может рисовать, если, а это, говорит, дома, отморожен. Ну, ну, что смотреть? Давай сейчас, тогда рисуй, сейчас будем смотреть. Нарисуй 40 на 40. Автокад, открой автокад. У меня автокад, но я не пользуюсь, он есть. Чем? Такой же автокад. Читай себе автокад. Завокад, да? Рисуй тогда 40 на 40. Квадрат, прямоугольник нарисуй, 40 на 40. 400, да, 400, не 400, не 400. Теперь в эту сторону 400. И вот прямоугольник замкни. Теперь защитный слой 50 миллиметров, да? За защитный слой 50 миллиметров. А что были ли 30? А, защитный слой 50. За расстояние от центра тяжести арматуры чаще всего 50 задают. Об этом еще отдельно поговорим. Ты вот от угла 50 миллиметров нарисуй квадратик от угла. Нет. Не надо, не надо сейчас толщины, сейчас не надо толщины. Поставь сейчас толщину минимальную. Да, так. 50 миллиметров, да? От угла 50 миллиметров нарисуй. От угла. Вот ты нарисовал прямоугольник, от его угла 50 миллиметров нарисуй. Угу. Ну вот, вот эти углы. Да, можешь так, да, все. Ага, так, теперь в углах у нас какая армата? Ну, 25-ю, да, ставили? Да, 25-ю. Поставь 4 стержня 25-ю, да? Так, 12,5-я будет, да, радиус? Радиус 12,5-я. Да, 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 да. 12.5. Нет, нет, нет. А, вот. Угу, так. Поиск посмотри. Исправить надо. Угу. Enter. Вот его теперь... Ты выделил за центр, не за центр, за центр нужно было выделение сделать. Ага, и поставь 4. И поставь 4. Можешь зеркало сделать, а? Два раза зеркало сделай. Выдели его. Первый обе выдели вниз зеркало. Угу. Так, теперь вот, поставь вот эти все варианты. Один стержень, два стержня. Вообще, по идее, диаметр дополнительных стержней, он должен быть не больше, чем диаметр основного. То есть, если у тебя в углах 25 стоят, посерединке 32 ты уже ставить не можешь. Ясно? Поэтому этот вариант... Да, вот два стержня, три, вот так вот. А диаметр дополнительных стержней не больше, чем диаметр основного должен быть. Ясно? Значит, вариант 1 уже у нас отпадает. Даже 25-ю саму можно заставить. Можно, можно. 25-ю саму можно. И вот теперь давай в четырех углах, в четырех сторонах, четыре варианта нарисуй. Там, допустим, сколько у тебя? Два, двадцать вторых было, да? Три, восемнадцатых и так далее, да? Да, да. Спасибо. Если у тебя два стержня, то расстояние между ними делишь на три. Если у тебя два стержня, да? То расстояние делишь на три. Если три, то на четыре. Если три, то на четыре, да. Если четыре, то на пять. Вот это... Открой этот китайский... Кат. Вот эту сторону, да? Между стержнями. Туда линию нарисуй, линию. Линию. От центра стержня до центра стержня. Ага. Оттуда, да. Теперь... Выделяешь эту линию. Правой кнопкой... Scale... Это масштаб, да? Масштаб. Базовую точку выбери, допустим... Слева одну, да? И одна... Один, делённый на два. Напиши. Один слэш два. Напиши. Один слэш два. Теперь вот... Слева выдели маленькую линию. Видишь? Вот это у тебя будет половинка. Точно так же ты можешь разделить на три. На четыре, на пять. Ясно? Да, 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 да. Это только получается... Слэш. Вот здесь вот два двадцать вторых... Два... Так. Два двадцать вторых... И... Получится... Три... Три восемнадцатых. Три восемнадцатых. Четыре шестнадцатых. Эти все варианты нарисуй. Это верху и внизу, получается? Ну, можешь в одном месте нарисовать просто. Четыре варианта поставь рядом. И в одном... Вверху, например. Например, вверху. Так в колонне это вверху и внизу, да. Сейчас зарисую. Сейчас рисую. Там, получается, если два... А, подожди. Два. У нас же два нету, да, получается, да? То есть... Один тридцать два не подходит у нас, потому что диаметр у него больше, чем двадцать пять, да? У нас же углы двадцать пятые. Ты почему туда смотришь? Мы же правила озвучили, что площадь дополнительных стержней не больше, чем диаметр основного. Значит, мы один стержень ставить не можем, да? Один стержень. Этот вариант отметается. Нам нужно два стержня поставить, как минимум, да? Получается, а двадцать второй начинаем? Два двадцать вторых, да. Значит, два стержня... Сколько отрезков будет? Два стержня... Четыре отрезка, по-моему, это так? Почему четыре? Три отрезка. Вот смотри, перейди в автокад. Удали, вот этот маленький отрезок удали, который сейчас нарисовал. Точно так же сейчас поставь линию. До конца, да? От начала, да, да, туда, да. Спасибо. Да. Теперь масштаб, одна третья сделай. Правой кнопкой, масштаб. Один делённый на три. Один слэш три, да. Энтер. Так. Базовую точку неправильно ты указал. Удали данного. Базовая точка, левый, допустим, конец. Удали её данного. Линию рисуй, линию. Не полилинию, а отрезок. Самый первый, да. Теперь выделяю её. Правой кнопкой масштаб. Выделяю угол, вот этот край линии. Выдели сразу. Базовую точку. Угу, так, да. Опять масштаб. Выделяю базовую точку. Ага, теперь пиши. Один делить на три теперь пиши. А, подожди. Базовую точку ты до конца не выделил. Тебе в автокаде учить рисовать надо. Отмену сделай. Удали вот эту. Так, теперь масштаб. Выделяешь. Один трём, да? Нет, нет. Один трём, когда он будет каэффициент, это удаляешь. То, что ты написал, удали. Выделяй просто. Ты испортил. А, выделил, да? Да, да, да. Да, да, выделил. Всё. Нет. Энтер пиши. Энтер. Теперь каэффициент масштабирования. Один делить на три пиши. Энтер. Она у тебя кривая стала. Базовую точку ты неправильно выделил опять. Опять рисуй давай. После того, как выделил точку, сразу энтер ставь. Ничего другого не пиши. Нет, нарисовал? Всё. Энтер. Энтер. Теперь выделяй эту линию. Правая кнопка масштаб. Базовую точку выдели. Левую. Ты зачем пишешь один делить на это? Зачем пишешь? Левую. Выбинаю. Выбинаю. Масштаб. Базовую точку. Каэффициент масштабирования. Когда он говорит... Не, не нормально. А коэффициент масштабирования нужно писать теперь. Нет, вот когда он коэффициент масштабирования пишет, вот тогда надо было писать. Коэффициент масштабирования пишет. Коэффициент масштабирования пишет один. Один делить на три. Один делить на три. Копировать еще раз. Копировать базовой точкой. Отсюда и на ее конец. Да, на ее конец. Вот у тебя получилось два места для арматуры. Рисуй, какая там у тебя? Два каких было диаметра? Каких? Да, рисуй. Вот. Теперь если три, сколько? Вот здесь, да. Если три, теперь ставь, сколько будет. Замер между ними расстояние. Между этими тяжнями расстояние какое? Расстояние между ними. Замерь между стержнями. Сейчас что? Ты слышишь меня или не слышишь? Алло. 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 Продолжение следует... 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 этих двух вариантов в каком разница меньше 57 у тебя для как для какого случая получается сколько стержней ну-ка подожди открой открой автокад 57 сколько стержней видишь а два стержня при каком расстоянии будет значит получается процент пиши внизу 78 57 в целе какой не подходит 44 тоже пиши не не ну не застолько внизу не настолько внизу а сразу под вот это там а а ну в строке 5 не в строке 6 а в строке 5 сколько там было 58 в строке в в в в в в в так остальных получается мы а сколько будет расстояние между стержнями в остальных случаях если 5 стержней будет то меньше чем 44 будет или больше чем 44 в 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 да значит из этих двух какой будет выгоднее разница будет самая маленькая выгодно отметь тогда получается цветом красным самую выгоду и эту пару да вот ну нам надо 22 22 всю колонку выгодно отметить да всю колонку так получается разница самая маленькая при этом получится ясно да теперь понял научился читать эти а с 1 а с 2 там получается по линии или в точке угловые в точке а эти боковые в линии ясно а еще есть на погонный метр это в оболочках и на это уже отдельный разговор не сегодня это отдельно сегодня уже слишком много информации сейчас я тебе выложу на youtube так ты заново повторить вопросы есть и потому что сейчас сейчас делал это мой посещение вы подбирали да вопросы есть но еще надо учитывать что течение то в одном месте а по длине у нас может быть много элементов поэтому у тебя диаметр же не будет меняться по длине стержня вот если стержень с какого диаметра начался тема закончится вот с учетом этого подбирается количество стержней и их диаметр ясно вот иногда для этого идут на перерасход арматуры иногда чтобы обеспечить неразрывность потом еще если сечение меняется то не больше чем на две позиции когда сварку делают соединяют эти допустим 22 можно соединить 16 а уже с 14 нельзя соединять ясно за второй можно с 18 16 соединять вот и получается вот эти конструктивные требования у нас ограничивают и исходя из этого мы можем делать оптимизацию подбирать минимальные ясно минимальный расход арматуры если собрать на все здания там уже довольно много получится ну в зависимости от результата расчета ты смотришь чтобы вибратор поместился и чтобы арматура нормально переходила то есть если со сварка если со соединением то там не больше чем две позиции а если просто так переходит а тот же самый диаметр потом допустим один стержень в два стержня пить и не может один стержень может перейти только в три стержня чтобы сбоку два стержня добавить ясно там есть разные разные с накладками ванная сварка есть есть это односторонний шов там разные варианты есть вот теперь у тебя есть понимание да поэтому вопросу а по этим оболочек отдельно сделаем хорошо сейчас уже слишком много информации так ладно давай тогда ну